Первая огромная афера с билетами на Евро-2012. Семейную пару одесситов обманули на 6 тысяч долларов. Киевлянин представился агентом УИФА. За пять билетов взял деньги и исчез. Его ищут правоохранители и напоминают. Купить настоящие билеты на Евро можно только через регистрацию на сайте УИФА и в установленных для этого местах. Подробности в сюжете Татьяна Милинко. Они никогда не любили футбол, но за сборную Украины решили болеть во что бы то ни стало. Анна и Важа обратились к знакомому киевскому футболисту с просьбой достать билеты на Евро на матч Украина-Швеция, который состоится 11 июня в Киеве. Вместе с друзьями собрали 6 тысяч долларов и передали посреднику деньги. Озвучена была цена на один билет 800 евро. То есть оплата должна была быть в эквивалентном гривнях. Остальная сумма была как бы гонораром за их беспокойство и труды. После этого события у Важи началась экстремальная диета. Из-за нервов мужчина потерял 5 килограммов в весе, потому что вот уже месяц не видит ни билетов, ни денег. Посредник не хочет с ним разговаривать. Когда ты вернешь мои деньги? То есть те деньги, которые я забрал у того человека? Алло? Да. Будет какой-то ответ мне, если я ему сам перезвоню? Вот уже прошло почти месяц, нет ни билетов. Денег не хотят возвращать, я как понял, не могут. Впоследствии-то оказались смелкие какие-то аферисты. С посредником мужчину познакомил сын хорошего приятеля, поэтому Важа поверил ему на слово и не взял расписку. Более того, человек, который продавал билеты, был озвучен как представитель УЕФА. То есть мы были в полной уверенности, что мы в УЕФА покупаем билеты. Мужчина обратился в киевскую милицию. Человека, который исчез с его деньгами, объявили в розыск. Правоохранители говорят, это первый случай мошенничества с билетами на евро. И предостерегают, покупайте их только по правилам УЕФА. Сам же Важа все, что с ним случилось, считает бесценным жизненным опытом. Говорит, что теперь навсегда усвоил одно правило. Доверяй, но проверяй. Татьяна Милимко, Алексей Сорокин, телекомпания АТВ.